то есть и увеличение радости все увеличиваем радость невероятно увеличиваем радость почему потому что без радости так как жить жить без радости плохо и скучно значит поэтому мы увеличиваем радость и изучаем как это делать по торе потому что тора нам прям обязывает нас Увеличивает радость Тора это Тора, что такое Тора Кто только к нам присоединился Скажу сразу, Тора Само слово переводится как учение и свет Это один и тот же корень Ор это свет, Тора это учение Учение и свет Это как раз пошло из Торы Мы все в детстве слышали Учение свет, не учение, чуть свет на работу Значит, и Тору Получил Машерабену, пророк Моисей Учительно Получил от Всевышнего, сорок дней Он был на горе Синай И он воспринимал Тора это духовное знание Это структура мира, это модель мира Это мир, только Весь материальный мир это проекция Торы Назовем это так То есть есть Всевышний, Бог, Творец Мироздания Есть Тора Это его мысль о том, каким должен быть этот мир Которая на разных уровнях Она на разных уровнях Эта мысль, она Как сказать Уплотняется, сжимается Изменяется Но это все мысль Всевышнего И на нижнем уровне Мы получаем этот мир Физический мир И получаем Тора Это знание, как этот мир работает Поэтому мы сейчас изучаем Тору Знание, как этот мир работает Сегодня у нас Все, кто знают Из Торы Знают, что сегодня у нас Рош Ходыш Ниссан Это первый весенний месяц Вообще первый месяц Среди месяцев года И Это месяц чудес Месяц выхода из рабства Выход из Хода из Египта Месяц, когда был задуман мир И Потом мир был создан В седьмой месяц Роша Шана Это сотворение мира Сотворение человека Но задуман мир был сейчас И это такой месяц Вот он Прямо стихия его Как этот Овин Овин такой Баранчик Баранчик такой Да Вау Давай, давай Все Вот этот месяц Давай, давай Я бы его назвал Да, Ниссан Значит Поэтому Поэтому Надо настроиться На вот сегодня Первый его месяц И мы значит Идем Развиваемся Поднимаемся Нужно понять До 14-го Ниссана До полнолуния До Песоха До исхода Из Египта Нужно понять Куда вы хотите Прорваться В духовном плане Куда вы хотите Вырваться От чего вы хотите Избавиться Из какого рабства Вы хотите выйти Каждый человек Хочет выйти Из какого-то рабства Из каких-то ограничений Из каких-то сжатий Вот мы все Хотим Вырваться Да Но Больше Самый большой Как сказать Самый большой Тот кто Сжимает Это Внутри сидит Да То есть человек Вот кто кому Мешает В общем больше всего Да Быть счастливым Внутри Постоянно что-то не так Вот мы учимся Как быть в радости И сегодня у нас 17 17 урок 17 у нас инструмент Вернее у нас сегодня урок 31 Но инструмент 17 Значит инструмент 17 Мы уже выучили Кто помнит Молодец Кто не помнит Значит может запомнить Для этого нужно пройти Курсы Алексея Бессонова По улучшению памяти Для Вайкра Для платформы Вайкра Для всех друзей Партнеров И спонсоров Мы откроем Какие-то из его курсов Даже бесплатно Мы откроем Какие-то из его курсов А какие-то курсы Сделаем Супер мега Какую-то цену Вот такую Прямо Маленькую Для тех Кто поддерживает Платформу Вайкра Это друзья Партнеры И спонсоры Мы значит Сейчас Сделаем курс Бессонова Один бесплатный А один мы сделаем Значит Какой-то курс Мы сделаем По специальной цене Хорошо И сегодня мы дошли До 17 инструмента Я помню все 17 Потому что я учился У Бессонова И я учился У Бессонова И до этого я изучал Как улучшать память В общем Поэтому я помню Все 17 инструментов Которые мы выучили Сегодня у нас 17 Называется Радость Духовная Духовная радость Значит До этого Мы Инструменты 16 Которые мы изучали Были там инструменты Которые Просто поднимали радость Например Второй инструмент Это шутки Прибаутки Да Был инструмент Первый Это принять решение Радоваться Увеличивать радость Был инструмент Например Четвертый Это музыка Танцы Был инструмент Например Девятый Да Девятый инструмент Это говорить о радости Значит Разные были инструменты Которые мы изучали Значит Разные были инструменты Пятнадцатые мы изучили инструменты Это не гун А четырнадцатый Например Это спорт Бег То есть Когда двигаешь тело Увеличивается радость То есть Есть разные Разные инструменты Как увеличивать радость Но здесь он нам говорит Смотрите Говорит Уважаемые Искатели радости Да Он говорит Что Конечно Наша основа Вообще Этой книги Как мы здесь По названию И поняли Это добавлять Просто добавлять радости Значит Еще Скажу Чем отличается Счастье От радости Я занимаюсь Уже последние два года Счастьем И очень разобрался В этой теме Счастье Это внутреннее состояние Это состояние Фоновое Которое есть внутри Оно Не зависит От Внешних обстоятельств И внешних тридеров То есть Если счастье есть Оно есть Если счастья нет Его нет Радость Оно зависит От каких-то Включений То есть Вот когда появляется Что-то Что тебя включает Это называется радость Теперь Радость Обычно Она все-таки Более интеллектуальные Включения Нужны какие-то Интеллектуальные Тригеры Которые вызывают Радость Да Это такая Волна радости А есть Удовольствие Например Тоже прикольная штука Удовольствие Это На уровне Ощущений И вот человек Получает Удовольствие На уровне Ощущений В этот момент Он испытывает Прилив радости На уровне Интеллектуальном И если у него Это состояние Оно достаточно Постоянное Внутри Фоновое состояние Это называется Счастье То есть Даже самый грустный Человек Такой Вот у него Он грустный Такой Он прям Депрессивный Может у него Иногда Есть В сплеске Удовольствие В сплеске Есть Радость Какое-то Да Но Фон его Остается Депрессивный Значит Он все время Негативный Депрессивный И он возвращается Скептически И он возвращается Все время Вот в эту Свою фоновую Трясину Человек Счастливый Он Он Уже Сумел Настолько Подкрутить Свои Вот эти Внутренние Установки Что у него Все время По определению Он счастливый Теперь у него Бывают вещи Которые его Выбивают На секунду Из счастья В нижнюю Какую-то Да Гамму Эмоций Но он Умеет вернуться Все Понятно Да Общая Это была Система Теперь он нам Говорит Смотрите Мы в этой Книде Занимались Все время Мы занимались Тем Чтобы По-простому Добавляют Радости Бе-баштут Без Каких-то Там Особых Просто Добавляют Радости С любыми Путями Любыми Способами Но Говорит Он Такую Вещь Что Настоящая Радость Радость А настоящая Это радость Духовная Это Духовная Радость Значит Духовная Радость И чем Мы больше Добавляем Этой Духовной Радости Тем Более Мы Удостаиваемся Радости Глубокой Которая Которая Наполняет Нас И распространяется Леор Экзман На Долгое Время Вот это Как раз Вот здесь Если мы Действительно Доходим До Духовной Радости То это И есть Счастье Это И есть Внутренний Уровень Счастья Сейчас Мы узнаем Как Он Нам Советует Достигнуть Вот эту Духовную Радость Значит Он Говорит Нам Следующую Вещь Что Когда Человеку Достаивается Духовной Радости Она Радость Вот эта Приходит К нему Из Источника Очень Очень Высокого И Возвышенного И Это Настолько Высокий Возвышенный Источник Что он Может Даже Страдания Перевернуть В радость Вот тут Как раз Понятно Что такой Человек Счастливый Потому Что Даже Если Страдания У него Внутри Переворачивается В радость То Все Он Счастлив У него Фон Всегда Счастье Теперь Как Значит На иврите Кстати Симха Это Радость Ошер Это Счастье И Ошер Только Сайном С другой Буквой Пишется Это Богатство И Кто Богатый Тот У кого Есть Избыток Это Один Из Путей К счастью Когда У тебя Есть Больше Чем Тебе Нужно Хорошо Он Говорит Как К этому Прийти Как К Глубокому Высокому Значит Это Посмотреть На жизнь С духовной Стороны Приводит Он слова Своего Учителя Рабина Ахмана Получается Говорит Рабин Ахман Что Есть Одно Такое Качество Это И есть Цель Это Какая Это Цель Это Понять Что Все Все Добро Это Все Добро И Значит Как Ты Можешь Это Понять Потому что Цель Всего Это Добро И Даже Если Какие-то Пришли На тебя Неприятности И Страдания И Они Проходят На человека Не Дай Бог Если Он Посмотрит На цель Этого Всего То Тогда Он Видит Что Это Не Зло А Это Только Добро И Огромное Добро Потому что Любые Страдания Которые Приходят На человека От Бога То Это Значит Что Бог Хочет Его Добра Он Хочет Добра Человека Он Хочет Только Добра Пишет Он А Как Зачем Тогда Эти Все Страдания Он Приводит Здесь Две Причины Лестеро Чтобы Он Напомнить Ему Чтобы Он Вернулся К Раскаянию Что Он Не Туда Забрел То Человек Например Представьте Ситуацию Он Идет К Обрыву Споткнулся Ногу Подвернул Встает Хромает Идет Дальше Упал Лоб Разбил Встает Идет Дальше Уже На него Там Собаки Гавкают Отогнал Собак Идет Дальше И упал Обрыва Если бы Он Когда Подвернул Ногу Остановился То Получается То Что Он Подвернул Ногу Его Спасло Если Бы Он Когда Он Упал Он Остановился И пошел Обратно Там В Травмопунк Значит Его бы Спасло То Он Не Отогнал Собак А сам Убежал От Собак Обратно Это бы Его Спасло Но Он На все Эти Предупреждения Не Обращал Внимания И он Упал С обрыва То Возможно Что Всевышний Шлет Человеку Страдания Чтобы Его Пробудить Напомнить Ему Что Он Вернулся К Раскаянию Вернулся Обратно Дословно Чтобы Он Пошел В исходную Точку Он Не туда Пошел Вообще Не В том Направлении Или Он Например Уже Он Например Раскал Он Говорит Эх Я Неправильно В жизни Сколько Надел Сколько Я Зарезал Сколько Перерезал Значит Сколько Я Людей Обидел Сколько Я Принес Людям Зла И все Как же Мне Достоится Это Рая И тут Значит Его Собака Укусила Он Говорит Вот Вот Это Вторая Причина Здесь Он Пишет Это Его Грехи Значит Убрать Растворить Его Грехи Как Химчистка Такая И вот Он Собака Укусила Все Он Говорит Я Пострадал Спасибо Всевышний Все Мы В расчете Я Полный Я Понимаю Я На себе Ощутил Как Люди Страдали Которых Я Например Обижал Да И Получается Что Человеку Который На таком Уровне Находится Осознание Что Его страдания Он Воспринимает Как Добро Потому Что Он Знает Что Намерение Всевышнего Это Только Добро Получается Что Во всех Его Страданиях Которые Приходят На человека Не Дай Бог Если Он Посмотрит На их Цель То Тогда Он Видит Что Бог Его Любит Хочет Ему Только Добро Как В притчах Царя Соломона Мы Учили Что Тот Кого Бог Любит Он Его Увещевает Как Он Увещевает Через Как Это Страдания И Поэтому Наоборот Наполнится Этот Человек Радости И Значит От Большого Добра Когда Он Посмотрит На Цель Вот Этих Страданий Потому Что Он Будет Везде Везде Видит Только Добро И Получается Нет Никакого Зла В мире Только Добро Говорит Учитель Рабин Ахмад Теперь Как Подняться На этот Высокий Духовный Уровень Чтобы Видеть Только Добро Он Говорит Здесь Такую Вещь Что Вот По Кабале Значит Сила Радости Она Находится Там Где Сила Логики Логика На Иврите Это Слово Бина Лит Бонен Это Понять Вещь Из Вещи Углубиться Понять Причинно-следственные Связи И Там Как Раз Они Идут Из Одного Духовного Корня Радость И Вот Эта Логика Глубокое Понимание Причинно-следственных Связей И Значит Эта Сфера Называется Бина Бина Это Ну Вот Логика Да И Мы Можем Значит Через Вот Эту Глубину Глубину Значит Дойти До Значит Вот Этой Вот Радости Давайте Посмотрим Как Это Действует Вот Например Смотрим Мы На Человека Да Когда Мы Смотрим На Человека На Любого Человека Мы Что Мы В нем Видим Мы Можем Видеть В нем Внешнее Да Одежду Смотрим По одежке Встречают Да Смотрим Какой-то Человек Такой Он Аккуратно Одет Такой Все Аккуратно Одет Мы Думаем Какой Аккуратный Человек Да Говорим Как Дела Он Такой Говорит Ненавижу Ненавижу Беспорядок Я Беспорядок Так Зло Говорит Мы Такие По одежке Встречают По уму Провожают Мы Видим Что Человек Странноватый И Он Какой-то Слишком Такой Кукукнутый На Педантизме Порядке И С очень Низкими Моральными Устоями Потому Что Если Он За беспорядок Убивал То Конечно Чуть Странновато Это Ведет Себя Одно Дело Все Тип Порядок Другое Дело Убивает То Есть Уже По одежке Встречают С виду Он Был Очень Аккуратный А По уму Уже Мы Как-то К нему Не Очень Начинаем Относиться Дальше Мы Например Его Смотрим Парендену Смотрим Его Парендену Видим Парендену Что Он Больной Он Реально Больной У Него Например Там Я Не знаю Опухоль Какая Это Да В Голове И Мы Думаем Ну Уже Жалко Его Да Уже Его Жалко Такого Человека Он Больной Вот Его Значит В голове У него Что-то Не хватает Ну Опухоль У него Да Уже Нам Его Жалко Потом Мы Смотрим Например Более Глубоким Взглядом На Него И Видим Что Это Какая Душа Какого Злодея Который В прошлой Жизни Убил Убил Там Тысячи Человек Жестоко Если бы Мы Духовно Видели Там Его Душу И Его Душа В этом Мире Она Пришла Для Того Чтобы Как бы Отстрадать Не знаю Что Увидели Мы Его Душу Теперь Кто-то Скажет Да нет Душу Нельзя Увидеть Может И Нельзя Может И Можно Может Быть Например Волны Вот Эти Вот Волны Сейчас 5G Волны Которые Идут Интернет Их же Тоже Нельзя Увидеть Но Они Есть Получается Что Если Мы Посмотрим На Реальность На Людей Духовным Взглядом Или Посмотрим Через Призму Статистики Давайте Посмотрим Через Призму Статистики Я Очень Люблю Меня Это Очень Всегда Удивляет Вот Я Открываю Вертло Метр Есть Такой Сайт Называется Измерение Мира Верлд Верлд Это Как Мир Верлд Верлд Верлдометр Вот Такой Сайт Этот Сайт Мировой Статистики Я Когда Открываю Реал Тайм Верл Статистика Значит В реальном Времени Мировая Статистика Я Смотрю На Эти Цифры И Думаю 8 Миллиардов 102 Миллиона 307 6 6 6 10 11 12 13 Все Время Циферки Бегут Люди Сейчас Рождаются В мире Столько Людей Родилось В этом Году 36 Миллионов 565 Тысяч Значит 325 И циферки Бегут Родилось Сегодня Пока Мы с вами Сидим Каждую Секунду Рождается Несколько Человек Уже Сегодня Родилось С начала Дня 159 479 Чек Смотрите Когда Кто-то Умирает Или Кого-то Убивает То Весь Мир Значит Ну Действительно Об этом Пишут Все Газеты Новости В аварии Сегодня Погибло Два Человека А то Что Сегодня Родилось 160 Тысяч С утра Почему Никто Об этом Не пишет Почему Никто Не пишет О прекрасной Новости Что Родилось 160 Тысяч Человек И Сколько Умерло Сегодня В мире Знаете За Сегодня Еще День Только Начался А уже Умерло 72 200 Человек В мире А С начала Года С начала Года Умерло 16 С половиной Миллионов Человек Но Мы Можем Быть Спокойны Потому Что Рост Популяции В этом Году Прошло Всего Лишь Четыре Месяца Года Всего Прошло Знаете Какой Рост Популяции В этом Году 20 Миллионов 20 Тысяч Человек Все Можно Быть Спокойным Это Не Просто Цифры Это Как Раз Цифры Которые Показывают Реальность 20 Миллионов 20 Миллионов Человек В этом Году Добавилось Уже За Три Месяца А За Год Добавится Умножить На Четыре Сто Миллионов Человек В мире Добавится Это Как Раз Не Просто Цифры Это Факт А Вот То Что Пишут В Газетах Там В Сайтах В Интернете В Новости Вот Это Как Раз Просто Слова И То Что Человек Как Он Это Воспринимает Это Его Просто Слова Которых Шлом Амелых Сказал Что Это Все Эвили Теперь Говорит Нам Говорит Нам Автор Этой Книги И Ссылаясь На Сво Учителя Рабина Ахмана Он Говорит Что Если Человек Углубится И Выйдет Из Материального Вот Этого Описания Мира Выйдет В Духовность И Он Поймет Что Бог Который Мир Сотворил Которые Миллиарды Этих Душ Которые Приходят В этот Мир Уходят И Каждый Из Нас Придет Пришел В этот Мир Уйдет Из Этого Мира И Потом Опять Придет В этот Мир Опять Уйдет Из Этого Мира И Так Далее То То есть Если Посмотреть На Мир С Духовной Точкой Зрения Он Говорит Радость Сразу Накрывает Потому Что Все Хорошо Человек Который Наблюдает За Этим Миром С Духовного Уровня С Кем Он Соединяется Он Соединяется Вначале Со Своей Душой А Душа С Со Всевышним А Всевышний Он Весь Этот Мир Это Он же И Есть То Человек Который Поднялся На Духовный Уровень Восприятия Себя Мира Он Выходит Даже Из этих Миллиардных Цифр Которые Происходят Он Выходит Тем более Из этих Пустых Каких-то Описаний Которыми Нас Пичкают СМИ И Он Заходит Духовный Мир Это Как Погрузиться Если Взять Метафору Как Погрузиться Глубоко Под воду И Наверху Там Что-то Булькает Какая-то Там Что-то Какой-то Волны Там Ходят Ветра Дуют А он Погрузился Внутри Вот так Вот И А там Тишина Тишина Покой И в Духовном Мире Тишина Покой И радость Почему Там Радость Потому Что Там Всевышний Который Источник Радости А То Что Человек Здесь Не Радуется Почему Он Не Радуется Потому Что У Человек Искривленное Мышление И дальше Он Приводит Еще Слова Своего Учителя Рабина Ахмана Он Говорит Вот Смотрите Значит Люди Не умеют Радоваться Почему Потому Что Они Смотрят На Мир Очень Детально Очень Детально И Мало Что Они Смотрят Детально Так Они Еще Выбирают Те Детали Которые Самые Негативные Детали В Мире И Ищут Негативные Детали Ищут Себе Страхи Он Приводит Такой Пример Как Человек Приходит 300 лет Назад Он Говорит Вот Посмотрите Просто На Людей У Них Нет Такого Чтобы Они Радовались Всем Радостям Которые Даже У Них Есть Жизни Например Значит Приходят Люди На Свадьбу Свадьба Это Очень Прекрасный Момент Когда Люди Женятся Все Значит Радоваться Надо Люди Женятся Свадьба Большая Радость Приходят Люди На Свадьбу И Говорит Каждый Видит На Свадьбе Что-то Свое Допустим Есть Люди Которые Видят Есть Люди Которые На Свадьбе Видят Негатив То есть Они Заходят Тут Не Так Здесь Не Так То Не Там Не Так Есть Люди Которые Даже На Свадьбе Не Радуются Он Говорит Мясо Очень Они Сосредоточены На Еде Кто-то Радуется Музыке Кто-то Радуется Музыке Есть Люди Которые Любят Музыку Они Просто Кайфуют Слушают Музыку Пение Там Их Очень Радует Вот Эта Музыка И Пение Есть Которые Значит Радуются Самой Свадьбе То Что Там Происходит Что Это Свадьба Да Например Родители Которые Поженили Своих детей Они Могут Радоваться Хотя Могут И не Радоваться Могут Думать Там Вау Сколько Это Дорого Стоит И так Далее Где Деньги Возьму То Каждый Человек Выбирает На что Смотреть И Значит И Родители Я помню Тут написано Так Интересно Он 300 лет Назад Писал Что Когда Те Кто Женят Родители Да Они Даже Не Смотрят На Как бы Вся Эта Свадьба Ну Там Столько Людей Как бы На мне Было Ответственно Чтоб Все Хорошо Было Чтоб Всем Было Удобно И Я На Свадьбе Как раз Я помню Что Я не Покушал Он Говорит Что Они Вообще Есть Люди Которые Мехут Те Кто Женят Родители Они Не Обращают Внимания Вообще На Еду И Питью Они Не Пришли Туда Нет Человека Который Радовался Всеми Радостями Сразу Он Говорит Такого Нету Значит Почему Потому Что Человек Видит Мир Только Через Узинки Такие Пазлики Своего Восприятия То есть Он Выберет Искать Пазлы Которые Ему Радуют Которые Его Радуют Потому Что Мы Уже Как раз Об этом С самого Начала Говорили Первый Инструмент Это Принять Решение Радоваться Людей Не Ищет Радость Они Ищут Наоборот Себе Такую Ложку Дегтя Где Найти Ложку Дегтя Вот Один Спрашивает А Палестина Как Ну Как Палестина Ну Съезди В Палестину Посмотри Как Палестина Посмотрим Что С тобой Там Сделать В этой Палестине Значит Вот Ищут Люди Где У Найти Как Позлиться Как Других Позлить Как Ложку Дегтя Найти И Замазаться И Размазаться И Просто Чтобы Вообще Света Белого Не Видеть За Этим Дегтем Он Говорит Но Если Человек Соединяется Со Всевышним Он Выходит На Высокий Духовный Уровень Да То То Он Поднимается И Видит Корень Всего Где Корень Всего Корень Всего Что Всевышний Каждому Хочет Дать Источники Для Радости Каждому Человеку Всевышний Дает Источники Для Радости Только Ты Снизу Должен Или Ты Хочешь Присоединиться К Вот Здесь К Источнику Радости Сказать Спасибо За Ручку Такая Ручка У меня Есть Спасибо За Фейсбук Работает Телеграм Работает А Ютуб Тормозит А Я Говорю Спасибо За Фейсбук И Спасибо За Телеграм А Ютуб Тормозит Но Ты Можешь Подняться Выше Еще Выше На Уровень Когда Ты Видишь Что Все В этом Мире Все В этом Мироздании Оно Все Очень Хорошо Работает Как Одна Женщина Я читал Ее Комментарии Значит Там Три Дня Назад Она Паняти Нагнала Я Увидел Ее Комментарии В этом В Фейсбуке Она Пишет Все Запасайтесь Водой Запасайтесь Этим Там Но Главное Не Паникуйте Значит Все Пишут Женщина Ну А Че Вы Такую Панику Разводите Еще Пишите Не Паникуйте Она Нагнала Паняти Сейчас Значит Ничего Три Дня Прошло После Посольства Где Убийц Иранских Настигло Возмездие Справедливое Возмездие В Сирии Значит Спасибо Всевышнему Что Убийц Которые Раскачивают Ситуацию И Раскачивают Войну Что Их Настигло Возмездие Значит И Что Ну Прошло Три Дня Иран Там Грозил 48 Часов Мы Значит Все Ничего Теперь Эта же Женщина Вчера Пишет Ну С Ираном Ничего Но Вот Я Теперь Боюсь И Какую-то Опять Она Разводит Какую-то Комбину Что Теперь Она Боится За что-то Другое И Опять Пишет Не Паникуйте Главное Не Паникуйте То есть Она Разводит Панику Выдумывает Из пальца Высасывает Что Может Быть Где-то Будет Вот Такие Пятна То есть Она Настолько Там Вообще Вот Такие Уже Провела Расчеты Что Может Быть Плохо Да Все И Пишет Не Паникуйте Хотя Я Эту Женщину Знаю Я Не Буду Говорить Кто Это Но Она Болеет Почему Она Болеет Потому Что Человек Который Паникует И Который Тревожится У него Иммунитет Он Сжигается Просто Выжигает Этот Кортизол Иммунитет И Такие Люди Начинают Болеть Которые Выдумывают Себя О чем Бы Потревожиться В будущем Все Он Пишет Поднимитесь На Высокий Уровень Посмотрите На Все Сверху Духовный Уровень Это Когда Сверху На Все Мироздание Соединитесь Со Всевышним Посмотрите На Этот Мир Глазами Всевышнего Так Красиво Рассвет Закат Солнечное Затмение Лунное Затмение Сейчас Новолуние Потом Полнолуние Потом Новолуние Потом Значит Весна Лето Осень Зима Вообще Хочешь На облака Смотри Хочешь На небо Хочешь На горы Хочешь Цветами Любуйся Хочешь Помидоры Выращивай Масса Вообще Возможностей Для Счастья Всевышний Всем Дает Огромное Количество Возможностей Выбирай Или ты Выбираешь Пазлы Счастливые Или ты Поднимаешься На более Высоте Уровень И понимаешь Что все Для счастья Все Для добра Все Для счастья Это называется Значит Радость Духовная Мы сегодня Изучили Как духовно Радоваться Спасибо вам Огромное За то Что вы Приходите На уроки Торы Спасибо Что поддерживаете Все кто Поддерживает Уроки Торы Все Друзья Партнеры Спонсоры У вас Есть Огромное Благословение Потому что Вы как раз Партнеры В этом Огромном Свете Который Приходит В мир Значит Все уроки 47 тысяч Часов Просмотра Урока Торы Было В прошлом Месяце Слава Богу Свет Идет И у меня Есть мечта Чтобы Когда у нас Будет Миллион Часов В месяц Просмотра Урока Торы Представляете Миллион Часов В месяц С просмотра Урока Торы Люди Подключаются К свету Добру Перестают Размазывать Дега Тедать Дега Друг на друга Обвинять Спорить И это Радуются Радуются Все Вот тогда Как раз Придет Маше И будет Счастье И это Близко Я вам скажу Что Как мы видим На 20 миллионов В этом году Стало людей Больше Мы видим Насколько Мера добра Жизни Больше Чем Мера Смерти Мера Зла Просто нам СМИ Показывают Что зла в мире Больше Это ложь И неправда Добра в мире И света Намного Намного Больше Невероятно Больше Жизни Добра Роста Возможности Радоваться Просто это надо Увидеть Научиться Это видеть И видеть Все Спасибо вам огромное До встречи С Божьей помощью Завтра Счастливо